Референдум в современном мире воспринимается как обычное явление. И нас, обычных граждан, не должен пугать и настораживать такого рода избирательный процесс. Во многих европейских странах информирование граждан в некоторых вопросах, проблемах стало обычной практикой. Граждан по несколько раз в год вызывают курнам для голосования высказаться за или против по той или иной проблеме, либо законопроекту. Кодекс о выборах в последнее время претерпел ряд изменений. Я спросила у секретаря Центральной избирательной комиссии Юрия Чокан, в каком электоральном контексте проводится конституционный референдум. Модель избирательного бюллетеня была одобрена решением Центральной избирательной комиссии. Из нескольких основных частей состоит этот бюллетень для референдума. В том числе впервые мы вписываем закон целиком. Любой гражданин сможет изначально, прочитав закон, принять для себя решение, если он до этого не принял решение, как проголосовать. Он сможет прочитать закон и принять это решение. Также во второй части избирательного бюллетеня будет прописан вопрос, который был сформулирован парламентом, согласны ли вы изменить конституцию для того, чтобы президент избирался всенародно. И будут два вопроса, согласен, не согласен, то есть за и против. На государственном языке будет про и контра, на по-русски будет за и против. Президент Республики Молдова избирается всеобщим голосованием, прямым, тайным и свободным волеизъявлением. На должность президента Республики Молдова могут баллотироваться граждане, которым исполнилось 40 лет, жили или проживают постоянно на территории Республики Молдова не меньше 10 лет и владеют государственным языком. Процедура избрания президента Республики Молдова установлена органическим законом. Можно считать, что кандидат избран, если набрал как минимум половину голосов избирателей, которые участвовали в выборах. Если и во втором туре ни один кандидат не набирает нужное количество голосов, организуются повторные выборы. Порядка 20 тысяч граждан мы привлекаем на работу в день референдума. Это люди, которые будут получать соответствующую оплату труда, это люди, которые имеют определенную квалификацию. Сейчас мы находимся в периоде тренингов в каждом избирательном округе, в каждом районе, муниципе. Мы проводим тренинги для избирательных функционеров, обучаемых, и тем самым подготавливаем их для работы в этот день референдума в избирательном участии. Наблюдатели на выборах из-за рубежа прибудут в Республику Молдова в меньшем количестве для референдума. В то же самое время мы получили заверение, что на предстоящие возможные выборы наблюдателей из-за рубежа будет гораздо больше. Очень много местных наблюдателей. Все непрестные организации политической партии, кто желает зарегистрировать своих наблюдателей, могут это сделать. Сразу по принятию решения о аккредитации наблюдателей мы публикуем весь список этих наблюдателей на веб-странице Центральной избирательной комиссии. Самым транспарентным образом мы доводим до общественности имена, фамилии тех граждан, кого они представляют именно, от имени кого они будут вести наблюдательные миссии. Мой сегодняшний гость Корнелю Черемпей, который координирует сетью независимых наблюдателей и объяснит, какова роль наблюдателей в мониторинге проведения предвыборной кампании и референдума в Республике Молдова. Каждая партия заинтересована иметь своих наблюдателей, но сами наблюдатели еще больше заинтересованы в обнаружении правонарушений, которые могут допустить конкуренты на выборах. В то же время может исключиться, что наблюдатель от какой-либо партии может уступить из вида некоторые нарушения, которые послужили бы на пользу своей партии. Поэтому считаю, что монетаризировать выборы должны независимые наблюдатели, чтобы проследить за всеми участниками в выборах. Наблюдатель – человек, который следит и монетаризирует, чтобы выборы проводились свободно и корректно, согласно нынешнему законодательству. Очень важно перед началом наблюдательного процесса, на длительный и короткий период, имея в виду непосредственно день выборов, работать с наблюдателями в плане развития своих навыков в области избирательного законодательства, толкования избирательного законодательства, роль каждого гражданина, который приходит в избирательный участок и выступает в качестве организатора данного избирательного участка, либо в качестве избирателя или же в качестве представителя администрации публичного управления. В каждом районном центре мы планируем иметь как минимум по одному наблюдателю на длительный период, который будет наблюдать и сообщать о ходе проведения предвыборной кампании в избирательном округе, который он представляет. В то же время наблюдатель на длительный период имеет под свою ответственность управление целой сети наблюдателей, который монетаризирует выборы на короткий период и в день выборов или в день проведения референдума должен присутствовать от начала открытия избирательного участка до его закрытия и до завершения подсчёта голосов. Избирательный округ – административная избирательная единица, в которой организуются и проводятся выборы и референдумы. Одна из целей мониторинга выборов – это дать понять избирателям, что их отданный голос значим, и наблюдение за этим процессом имеет цель не допускать правонарушения и создавать препятствия к тому, чтобы правонарушения не допускались на будущее. Внушение гражданам, что их голос значим – первоочередная цель мониторинга выборов. Правонарушения можно разделить на две категории – частые правонарушения и грубые. Частые правонарушения более незначительные, которые многие даже не воспринимают как правонарушения. Например, реклама избирательного процесса на панно, как часто встречается в сельской местности, или же присутствие сотрудников полиции вблизи избирательных участков. Это довольно часто встречаемые правонарушения. Встречались случаи, когда избиратели голосовали, находясь близко у окна, и это позволяло показывать через окно, за кого был отдан голос до того, как бросить избирательный бюллетень в урну для голосования. То есть не соблюдалась секретность голосования. Встречались и случаи, когда один чистый избирательный бюллетень был изъят из избирательного участка, а вместо него заранее давался избирательный бюллетень, в котором был уже поставлен штамп за определенного электорального кандидата. Надеемся, что это не произойдет на этих выборах, но это не исключено. Электоральное бюро – временный орган, ответственный за правильное и полное составление бюллетеней для голосования. Рассматривает заявления в связи с ошибками в электоральных списках, осуществляет необходимые изменения и выдает справки о праве голосовать избирателям, которые не будут находиться дома в день выборов. Проводит итоги выборов на избирательном участке. Электоральные бюро, они должны представлять нас как конкурентов, и это мы пытаемся внушить наблюдателям на долгое время, что они должны быть партнерами, потому что и представители электоральных бюро, и наблюдатели преследуют такую же цель. Выборы должны состояться корректно. Конституционный референдум, который состоится 5 сентября, может изменить положение дел намного больше, чем кажется на первый взгляд. Все зависит от нашего участия. Программа «Референдум», понятный для всех, ждет вас в каждую среду и субботу вечером после информационной программы «Мессаджер» на румынском языке в 21.30. Всего хорошего и до встречи! Продолжение следует...